так ну мы начинаем сегодняшнюю встречу она очень неожиданная я даже не знал что состоится впервые беру интервью своей дочери представляю анастасия шмакова вот настенька живет и учится финляндии живет учиться и работает и замужем вот и сегодняшнее интервью будет на тему ее жизни и учебы в россии жизни и учебы и работы в финляндии и немножко если получится ее взглядов на образование на жизнь так что ты помнишь из своего прошлого финского до россии до третьего класса помнишь что-нибудь да много помню 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 рождение своей младшей старшей сестренки анютику когда я родилась очень хорошо помню помню свой любимый садик своего лучшего друга там кого как его звали эра его звали да а ты с ним поддерживаешь как бы я с ним не поддерживаю контакты я боюсь это делать потому что как показала практика в нескольких случаях и у меня и андрея пытаться восстановить прошлое в котором есть какие-то люди это зачастую разочарование к сожалению потому что за время пока ты не видишь этих людей ты оставляешь какую-то красивую картинку в своей главе и потом когда с ним встречаешься оказывается что это не та картинка и не всегда с этим можно смириться и поэтому прошлое надо лучше оставить прошлое но мы с ним виделись потом спустя много лет если ты помнишь мы ездили к моей воспитательнице да тогда мы с ним виделись тогда вот это тоже встречу помню мне тогда подарили альбом который лежит сейчас у тебя дома вот но нет с тех пор я контакт с ним не поддерживаю знаешь что он где-то живет в Финляндии вроде как итак детский садик а школу школу помню да но достаточно плохо на самом деле я помню свою подготовившку где я учила шведский у нас там была говорящая куколка вот я помню что я пришла в первый класс я была единственная кто пришел в платье с цветами мне это казалось безумно странным мне несколько человек спросили что за праздник и конечно же именно у меня оказался единственный учитель а мужчина и на тот момент моей картинке мира считалось то что мужчинам странно дарить цветы но ничего я пересилил себя я это сделала и я помню что он был настоящий швед для меня это было на тот момент огорчением стрессом потому что я не говорила практически на языке и мне было очень страшно идти а ты помнишь свое восхищение им и всего класса восхищение им я помню да он он был прекрасным учителем он меня несколько раз защищал он в принципе был таким человеком старых нравов в плане что он в отличие от всего там шведского финского мира считал там то что девушки они все-таки отличаются от мужчин и значит нужно типа как-то по особенному к ним относиться и типа скорее всего сейчас бы нам это показалось дикостью но тогда это было чем-то таким очень необычным очень приятно он меня несколько раз защитил когда мне сказали то что что я там русская что что типа когда-то у нас там была война вот но но мы пришли все-таки к выводу то что была и была я уже тут давно ни при чем это было не про меня и после этого конечно весь класс восхищался долго я не помню в каком классе это было у меня ощущение что это было не в первом втором ты мне рассказывал историю когда бы обсуждали эту советско-финскую войну и когда об этом пришла речь мальчики направили на себя это был первый класс это была одна из первых именно тебя защитил учитель да это было именно как раз когда еще дети совершенно незрелые когда шведам в принципе непривычно общаться с русскими поэтому для них единственная тема которая может быть поднята это естественно типа война которая происходила потому что в отличие от финских школ в шведских школах нет не шведов то есть там это дикость это странно никто не понимает как себя вести вот и да но в принципе это быстро разобралось все решилось и я в принципе как бы и тогда считала и сейчас считаю то что то что я русская это круто и в принципе только за счет этого я вывожу то есть я все еще считаю то что очень большая часть дискриминации которая существует конкретно в детском возрасте решается личным отношением к ней то есть почему почему у меня нет русских друзей в Финляндии потому что мне мне не нравится позиция о том что мы бедные мы несчастные то есть ты помнишь как ты оказался в первый раз в шведском садике в пять лет с чего вдруг я помню твою историю которую ты мне много раз рассказывала о том что я смотрела мультики да и у меня это в принципе одно из воспоминаний которые есть когда мне приходилось во сколько в 5 утра мы вставали ты мне включал мультики ну очень тогда для меня это казалось рано и мы смотрели ну я смотрела мультики я не постоянно был на шведском я ничего не понимала естественно не опросила но в принципе для меня это естественно я достаточно легко учу языки я их учу только погружением в отличие от Андрея который умеет сидеть за книжками я грамматику не понимаю вообще от слов совсем поэтому меня я например не пишу на финском то есть я могу там какие-то легкие предложения составить на письменном языке то есть говорю я хорошо но так как финский разговор очень сильно отличается от финского письменного я не могу писать эссе на финском поэтому например за студенческий экзамен у меня были достаточно низкие баллы а историю о том как ты оказалась в шведском садике насколько это было трудно помнишь? нет мне казалось это очень легким это очень короткая история мне исполнялось сколько-то лет это была круглая дата в школе где я работал мне подарили букет цветов громадный по количеству лет я с этим букетом цветов пришел в шведское гороно ну управление образованием а это вообще-то день рождение 18 декабря это вообще-то взятка считается цветы в зимнее время и женщины которые там были они очень удивились скажи что так не полагается потому что я сказал что извините я иностранец у нас всегда женщинам дарят цветы и вот после того как я сумела говорить принять от меня цветы они нашли мне шведский садик тут нужно понимать просто то что в Финляндии система такая то что автоматически если ты там из любой другой культуры кроме как финн ты приписываешься в финскую школу и в шведскую школу ты можешь попасть только если у тебя есть приписка что ты швед я совершенно не понимал почему это так да но у нас это так у нас это давно в законе прописано я знаю то что мы с друзьями это тоже обсуждали и у меня есть друзья которые были прописаны как финны и перед первым классом родители ходили в магистрат и меняли их национальность на швед потому что принято что в шведских школах учатся только шведы у кого родной язык шведский потому что в финских школах в том числе ты можешь выбрать финский язык не как родной язык потому что у нас вот в России есть русский язык да а в Финляндии это называется родной язык и в финских школах ты можешь как родной себе выбрать какой-то кровешек ну это родной язык да переводится но вот в финских школах ты можешь выбрать этот язык как второй и изучать свой первый язык вот а в шведских школах у тебя есть только родной язык и все у тебя больше нет вариантов и этот родной язык является шведским итак ты закончила садик вступила в школу закончила первый второй класс и тебя увезли в Россию то бишь я твои впечатления от России когда мы пришли ненадолго только не думала у тебя были какие-то яркие впечатления я помню что я очень радовалась отъезду я помню как мы сидели в машине и ехали из полиции я не помню зачем мы ездили в эту полицию но именно в полиции мы узнали что мы переезжаем точнее мне в ней сказали я уж не помню вообще что там происходило но я поняла что я очень обрадовалась что я еду в Россию когда я приехала в Россию я испугалась мне стало очень страшно конкретно когда я пришла в школу до этого я пыталась выучить какие-то базовые татарские слова я это помню и я пришла на свой 1 сентября и мой немножечко необдуманный план был у моего отца и он меня отправил на 1 сентября в белом платье и меня никто не предупредил я была единственная в белом платье также с букетом цветов и это конечно встретилось немного странно но потом я как-то привыкла наверное но до сих пор у меня вызывает шок и ужас та еда которую мы ели те туалеты в которые полагалось нам ходить ты помнишь ты телефон утопила? я помню как я утопила телефон да это был телефон который мне подарили да потому что это был мой сенсорный телефон я достаточно взрослый человек чтобы помнить время без телефонов вот да я утопила потом мне подарили новый но но в России мне было очень сложно поначалу потому что я плохо писала на русском языке я достаточно ну я у меня была был более слабый словарный запас чем у всех моих ровесников я практически не читала на нем какие были отношения с ровесниками в третьем классе? я помню у меня сразу появилась подружка Рената которую я до сих пор очень люблю с которой мы до сих пор периодически общаемся и она меня встретила она подошла ко мне и сказала ты новенькая? я говорю да он говорит я с новенькими всегда дружу вот мы подружились и она была моей лучшей подругой и я у нее проводила пожалуй все свое свободное время когда не была в солнце мы еще до солнца не дошли ну Лобочевка ну когда я не приезжала в Лобочевку я была со своей подругой Ренатой и в принципе ну у ребят было странное отношение как бы это третий класс это тот возраст когда начинается появляться граница четкая между мальчиками и девочками и мальчики меня не любили они говорили что я я из Европы мне тут быть не положено вот мы там даже дрались пришлось учиться драться скрывать синяки которых было много потому что если мой папа узнает что на мне синяки он пойдет в директор разбираться и тогда мне точно нехорошо будет это я быстро выучила в России хотя у меня уже это по-другому Гузель Юнуссона ну Гузель Юнуссона моя любимая учительница которая мне очень очень сильно помогала и о ней уже твою фамилию помнишь нет не помню не помню и о ней сейчас и о ней сейчас у меня постфактум тоже есть неприятные воспоминания которые я только сейчас понимаю что это это было нехорошо но она конкретно мне очень помогала она конкретно меня я думаю даже любила если это не был приказ на директор конечно не знаю но я ходила на ее уроки с мошеклассниками на татарский когда учился вторую смену и она мне да она мне помогала закончился третий класс закончился четвертый класс пятый шестой все одинаково ты привыкаешь к России да я я очень адаптивный человек я ко всему привыкаю мне кажется не по мамы и ты часто мне говорили о том что я когда родилась я перепугала всех врачей потому что дети должны кричать когда рождаются чтобы понять что у них ты не кричала я улыбалась ты вообще в коляске тебя возил ты все прохожи да я мне кажется я когда родилась я такая ну родились получается что ситуация уже все как бы ну то есть я очень быстро привыкаю на самом деле ко всему я даже вещи которые я не люблю всей душой и телом если я их начинаю делать я учусь их любить поэтому мне было в этом плане проще чем многим другим а вот твои третий четвертый пятый шестой класс когда ты учишься в 122 школе казанской знаменитой хорошей школе как тут твое отношение к солнцу на клубочевке их солнце ну я помню что меня там очень любили ребята меня любили египовский кружок я к ним приходила ко мне все очень мило относились помнишь как ты вела уроки финской да я помню я распечатывала листовочки до сих пор горжусь тем каким я была ребенком что я уже тогда хотела учить учить других ребят и понимаю уже сейчас то скорее всего они ко мне на уроки ходили конечно же не из-за того что они хотели знать финский но это было это было очень мило мне это нравилось ты поступила в свой класс солнца это было твое желание или мое? это было мое желание доказать тебе что я все могу и твое желание чтобы я училась в твоей прославленной школе думаю это было как-то так ну я смогла я поступила с первого раза даже если ты до сих пор считаешь что это не так пробные экзамены не считаются экзаменами я поступила с первого раза на зло тебе и мне это для меня это было огромной гордостью я лучше всех помимо своей подружки Рената написала юристику я плохо написала русский тогда я слабенько написала математику я помню как я всех бесила тогда потому что у меня у меня был достаточно бунтарский период у меня был достаточно бунтарский период мне все хотелось доказать что я все могу я всех все все вообще у тебя были отношения в классе меня не любили люди у людей есть определенные стереотипы о том что такое дочка директора меня это очень расстраивало потому что я никогда не считала себя таковой ну точнее как никогда не считала себя стереотипной дочкой директора я никогда ни на кого не жаловалась я помню что я принимала удар за вот пендрежность своего класса весь на себя чтобы им меньше доставалось а они этого не видели я прям помню эти чувства как было обидно того что не ценят ту какая я есть крутая ты с третьего класса учился в дворевину в двух школах России и Финляндии каково тебе было в Финляндии когда пришел на месяц на два первое время было очень тяжело я помню когда я приехала спустя полгода я забыла весь язык я помню как я приходила домой и плакала я помню как мне казалось что я помню как мне казалось что от меня отвернулись все друзья но и к этому быстро привыкли друзья появились новые появились наконец-то соцсети в какой-то момент уже когда я была классе в пятом стало это более активно все развиваться и в принципе я в Финляндии приезжала отдыхать всегда сколько я себя помню меня дома хорошо кормили я в школе ела я спала и я отдыхала то есть мне здесь очень нравилось и сюда приезжала тебе в Финляндии больше нравилось чем в России я приезжала сюда отдыхать да это был мой отпуск в этом плане да тебе же не было догонять писать контрольные работы нет ну это для меня не было столь важно мне финские оценки не имели значения потому что у меня в принципе ощущение что я типа и здесь и там разные совершенно люди здесь я не гнала за оценками мне это казалось совершенно бессмысленной идеей потому что ну в Финляндии нет отличников зачем мне им быть то есть знаю что моя сестра очень стремится быть отличницей но я считаю что это все бессмысленно как к тебе относились ребята в классе ты рассказывала тогда что вот были разные группы да у Финляндии очень сильная иерархия была особенно в подростковом возрасте она проявляется она проявляется в том кто считается самым крутым но в принципе если люди смотрят американские сериалы или американские фильмы все в принципе хоть что-то видели поэтому вот примерно так устроены и финские школы в том числе только намного меньше степени то есть здесь тоже есть там крутая группа есть там группа умников есть там группы там не крутые ну и мальчики все вместе я где-то среднячок но скорее ближе к тем кто активно занимался единственная разница с американскими школами пожалуй в том что у нас те кто считались самыми крутыми учились при этом тоже лучше всех то есть это типа ну в принципе то есть в нашей группе была девочка которая училась очевидно лучше всех остальных в классе но в остальном это проверу да я проверу да где она сейчас она ну вот прямо сейчас она в эспо а так она да в турку мы с ней не общаемся в современную школу вот так что да были группы были иерархи так и вот твое положение в финской школе в шведской школе менялась со временем вот 3-й к 4-й 5-й 6-й 7-й 8-й 9-й я сама себе выстроила у меня было в принципе изначально я тогда как-то я очень быстро поняла то что мнение о людях оно ой точнее мнение обо мне будет строиться ну так как я захочу чтобы оно строилось в общем-то и целом то есть типа то что для меня будет важно будет иметь место быть я достаточно быстро научила начала ребятам писать их имена на русском показывать там рассказывать всякие смешные штуки про Россию и я старалась очень активно построить стереотип о том что все русские хорошо знают математику я думаю что многие ребята в моем классе до сих пор так верят как ребята относились к России твои вокруг тебя одинаково по-разному ну я думаю в том возрасте нам еще было всем все равно это в третьем классе в пятом в седьмом девятом все равно ну знали что сусед ну знали что думали что дети вместо клютного молока водку пьют а так я думаю Россия это была знаешь какой-то большой шуткой для всех моих одноклассников на тот момент в принципе я рада что у них было такое мнение то есть в принципе как бы всем было все равно но это как и сейчас в моем окружении тоже то есть многие люди сейчас очень сильно отличают страну Россия от русских точно так же как отличать страну Финляндия от финнов потому что все таки страна это не все люди это не показатель всего но я рассказывала смешные истории про то что да у нас до сих пор мужчины считают что женщины должны быть красивыми а не умными то есть что женщины должны ходить в юбках и что там скажем вести себя так как нравится мужчинам а не так как хочется им это да это мы с этого всего смеялись то есть как то так мы примерно к России относились все вместе твой третий класс четвертый пятый мы с тобой вместе ездили с какого-то возраста ты начала ездить одна тебе это было трудно когда один раз я помню один раз ты провела ночь на мгновение было очень миленькие охранник который посадил меня прям передними я после этого простудилась потому что сидела около выхода и он из меня отгонялся как кошель не знаю мне было весело я это воспринимала как приключение это был седьмой класс седьмой да шестой класса сделала свою первую поездку поэтому я это воспринимала как приключение для меня это было время отдохнуть, это было единственное время, когда я не могла учиться, потому что я и была в дороге, и считала своим моральным правом отдохнуть, каникул-то у меня не было, особенно сильных, так что я говорю, я очень адаптивная, мне было вообще просто весело, у меня быстро появились друзья в Москве, в Питере, поэтому мне не было скучно, и я очень доверчивый человек, наверное, это есть за счет того, что я выросла в Финляндии, я очень доверяю всему, что происходит вокруг, я ношу телефон в заднем кармане, все меня за это постоянно ругают, говорят, как же так, у меня паспорт лежит во внешнем кармане рюкзака, ну, не всегда, конечно, но если я его с собой вообще ношу, то есть я так, у меня я очень так добродушно отношусь ко всему, и не знаю, может быть, поэтому никто не трогает. Ты уже занималась в Солнце очень активной общественной деятельностью, помнишь Луну, еще чем-то занималась? Чем ты занималась в Солнце, кроме того, что учился? училась. Ты руководил Луной, как говорилось? Ну, я руководил Луной, да. Ну, это было для меня общение, это было для меня, это не было для меня большим проектом для Школы Солнца, это было для меня удовольствием от того, что я могу вот это сделать. Это, опять же, мне тогда слишком сильно хотелось доказать тебе, то есть в принципе было все равно, что люди подумают о Луне. Мне главное было, чтобы ты сказал, вот моя дочь может. Помнишь, как начали меняться наши с тобой отношения? Да, помню. Помню, как я поехала с ребятами на дачу, потому что я посчитала нужным этот разговор, я до сих пор рассказываю всем своим друзьям, потому что он был до безумия комичен, мы сидели тогда в машине с тобой, я спрашиваю, вот ребята там собираются на дачу съездить, можно мне с ними в такой-то день? Ты говоришь, нет, нельзя. Я говорю, почему? Ты говоришь, что ты там переживаешь за мою безопасность, за что-то, типа, не знаешь всех ребят. Я говорю, ну ты же знаешь всех ребят. Вот. И ты такой, нет, все равно нельзя, я тебя не отпускаю. Я такая, хорошо, тогда я в этот день поеду к своей подруге. И как бы, мы с этой подругой сидели на самом деле потом весь день, я реально поехала к ней, и мы сидели потом весь день и думали ехать, но мы не ехать. Ехать нам не ехать, но мы поехали. Тебе не тревожило, что ты первый раз меня обманывала? Нет, потому что я тогда считала, что это было заслуженно. Я считала, что ты меня совершенно незаслуженно отпустил, и что я имела полное право туда поехать. Потому что это были мои друзья, и я знала, что это будет одно из последних моих серьезных встреч с ними. Как ты считаешь, другие ребята, девочки так же поступили бы на твоем месте? Если бы им родители что-то говорили. Да, они так поступали давно. Да? Ну, я как бы, я очень ценила... То есть это нормально обманывать родителей, да, в этом возрасте? Да. 14 лет, в 15 лет ты вообще родителям не должен помнить, что рассказывать эти отношения, которые были у нас с тобой. Это было особенностью, это было исключением, а не правилом. Правилом было то, что ты ведешь себя как хочешь. То есть большинство моих друзей и ровесников уже в этот момент много раз ходили на Тутича, прикрываясь тем, что они ходят там к друзьям. Но типа, я не ходила на них, мне это было неинтересно, но именно тот конкретный день для меня был так важен, что мне было на самом деле все равно, что ты об этом подумаешь. Но потом, потом, да, у меня потом началась паника, меня там накачали распокоительным, я помню. Но в принципе, в принципе, это, я думаю, это стоило того. Мне там понравилось, я там получила удовольствие, я там пообщалась с ребятами так, как не общалась с ними на разу. И с многими из них у меня до сих пор прекрасные отношения, мы много общаемся. Когда ты решила, что уедешь в Индии? Когда я сюда приехала. Я после этого, помню, я уезжала к подруге Назеле в Нижний Новгород. Вот эта поездка на дачу была и в июне твоего девятого класса. Да, потом, как только я приехала оттуда, я не стала дожидаться тебя из похода, я поехала сразу к своей подруге Назеле в другой город вместе с Андреем. Мы там были. Это куда? В Нижний Новгород. Ой. Нет, в Набережной Челнах. В Набережной Челнах она жила. Вот. Потом оттуда я поехала в Квант, и после Кванта я поехала в Финляндию. И вот я приехала в Финляндию, и я помню... Это лето. Да, и я... Мне захотелось тут остаться. Почему? Я поняла, что я хочу тут быть. Почему? Потому что я тут чувствую ту свободу и спокойствие, которое я никогда не чувствую в России. А до этого ты не задумывалась об этом, где ты бываешь? Да, до этого я не задумывалась об этом. До этого мне было, в принципе, всё равно. Мне везде нравилось, но тут мне как-то уже хотелось понимать, какие у меня будут планы на жизнь. И я понимала, что та гимназия, которая будет здесь, я не смогу совмещать уже больше. Я не смогу потянуть 10 класс в школу солнца, и я одновременно... То есть тебе в 9-м было трудно? В 9-м, да, было очень трудно. Я спала по 4 часа. У меня там... Я похудела на 15... Ну, не на 15 килограмм, но я тогда весила килограмм 40. То есть, типа, просто я забывала, не успевала, потому что занималась всё время. Вот, тогда и я поняла, насколько мне тут было спокойно, насколько мне тут было хорошо, и я такая... Возвращаться? Но я потом каждые каникулы приезжала, приезжала к Андрею в первую очередь. Ну, расскажи про Андрея. У Андрея мой муж. Ну, как всё началось? То, что можно рассказывать. Ну, как всё началось? Ну, поступал к нам один вольнаслушатель. Это... Ну, мы были часто в общих компаниях, потом как-то... Я не хотела идти домой заниматься, я спросила, не хочет ли он, чтобы я его проводила до дома, просто потому что мне нечего делать, я домой не хочу, потому что, как только я дойду до дома, не придёт заниматься, если он меня проводит, то это будет быстрее, поэтому лучше, чтобы я проводила его. Потом он мне пошёл обратно провожать. Ну, да. И... Ну, мы как-то пообщались, потом ещё пару раз встретились. Ну, как-то так. Что в нём такого, что тебя привлекает? На тот момент, я думаю, это было какое-то такое лёгкое отношение к жизни из серии. Школа — это... Ну, нет, ну, не так он на самом деле считал, но его вот эта вот лёгкость какая-то, которая не была ни в ком из моего окружения, из тех, кто много-много занимались. Он тоже занимался, но у него были другие интересы в жизни, и тогда увидеть, что у человека может быть что-то, кроме школы, для меня было, конечно, шокирующим. Ну, а потом, я не знаю, меня протягивала всегда его свобода мысли, то, что он... Ну, вот, то, что он готов ко многому новому, то, что он... То, что он считает меня человеком, а не женщиной. Это было тоже очень приятно, потому что в России это было тяжело найти. Как-то так. Ну, я не знаю, я ему сказала, поехали в Финляндию, он сказал, давай. Когда ты поняла, что вы будете вместе? Так надолго? Навсегда? Ну, выяснили, я не знаю. Это постепенно шло просто? Да, у нас вообще очень, на самом деле, забавная история. Андрей сделал мне предложение за день до свадьбы, то есть, как бы, в ЗАГС мы записались до этого. То есть, потому что... Ну, это не обсуждалось, это было настолько очевидно, что это не нужно было произносить вслух. Я как-то этого не ждала, и Андрей тоже понимал. Ну, это просто было очевидно, потому что мы жили в разных странах, и когда произошла корона, это стало все просто настолько очевидно, мы не виделись до 7 месяцев, никак вообще. Много ругались из-за этого, потому что тяжело, тяжело как-то получать и давать достаточно внимания, когда вы находитесь на двух тысячах километрах друг от друга, и как-то это просто... Просто не обговаривалось. Просто я приехала в Россию, мы просто подали заявление в ЗАГС, и никто ничего не спрашивал, и потом уже за один до свадьбы я такая, так, вообще-то... Так что предложение мне все-таки сделали. Но я все еще надеюсь, что у нас когда-нибудь будет крутая свадьба. Когда-нибудь, когда все мои друзья из разных стран смогут собраться в какой-нибудь одной праздновать? Когда ты поняла, какое будет у тебя будущее, профессия, направление жизни? А я все еще себя не привязываю к будущему. Я живу так, как мне нравится. Я решила пойти в университет на учителя, потому что... На учителе математики и психологии. Потому что я подумала, ну вот я сейчас буду думать, чем я буду заниматься всю жизнь. Вместо этого я могу просто заниматься этим. И если я захочу, я поменяю профессию. Я не считаю, что я сейчас обучусь и буду вот прям всю жизнь учить. Нет. Я думаю, мне лет через 10 надоест. А скажи, чем ты сейчас занимаешься в Финляндии? Ну, я учусь. Понятно. А еще что? Я работаю. У меня много разных работ. Я люблю работать. Расскажи, какие работы. Ну, конкретно сейчас я кручу сладкую лату и завариваю кофе. Где? В парке аттракционов. На Мяке в одном из самых крутых, я думаю, парках аттракционов в Европе даже. Я бы сказала. Ты ведь уже там не первый год? Да, третий. Третий год я там. Первый год я была в киосках, в этом году я в кофейне и в прошлом году тоже. это место мне нравится, потому что с чем хорошо справились наши работодатели, так это с тем, чтобы подбирать людей, которые будут хорошо работать в совокупности. То есть, там далеко не самая высокая зарплата, хоть как бы и неплохая совершенно, то есть выше, чем в многих местах, но она не самая высокая. Люди возвращаются туда, потому что там люди. Это не единственная твоя работа? Это не единственная моя работа. Еще я уже четыре года как занимаюсь репетиторством таким, но я репетиторствую в основном маленьких детей, то есть, просто с которыми не хотят сидеть, заниматься родителям, потому что либо у них не получается выстроить правильное отношение насчет учебы, либо еще чего-то, так что. Вот, потом я... Что я еще... Ну, я еще заменяла учителей в школе, сейчас, конечно, лето, поэтому... И это еще не все твои работы. Да, это еще не все мои работы. Еще я полгода сейчас ходила к мальчику, к инвалиду, с которым я проводила вместе время, помогала ему во всем. Он инвалид, у него связано это как-то с мышцами, то есть, он не может, например, ручку в руках держать, вот, то есть, как бы, вот, с ним я была, еще я хожу бабулечкам, помогая у меня, да, горбат, мне нравится. Мне нравится свободный график, когда я могу сама выбирать. Вот сейчас вот, то, что вот мне, для меня один из больших минусов в парке аттракционов, это то, что вот у меня есть график, он строгий, и вот мне вот это вот как-то не очень... Расскажешь немножко о своей маме, о бабушке, если хочешь. Хочешь имя называй, хочешь не называй. Мама у меня вообще совершенно прекрасный человек, она живет в километре от меня, тут недалеко, решила далеко не переезжать, чтобы всегда быть рядом. Вот, мама у меня, это примерно человек, который знает все, то есть вот маме можно задать любой вопрос, и она ответит. Она умеет все, у нее очень много дипломов, работа, она меняла рабочие места только так, то есть я, когда была маленькая, помню, я ее дома редко видела, когда к ней приезжала, мы с бабушкой общались, вот, сейчас у моей мамы четверо детей, то есть трое еще, помимо меня, с ними тоже мы в принципе чуть-чуть так немного общаемся всеми, с братом, со своим старшим Мартином мы больше всего наверное общаемся, вот, больше всего, я подразумеваю, видимся примерно раз в полгода, но когда мы жили в одной квартире, мы много общались, да, вот, ну, мама это, ну, что, у мамы я жила, когда я сюда вот приехала, решила здесь остаться, мама помогала мне со всеми документами для Андрея, она была тут, вот так. Про бабушку расскажешь? Ну, бабушка у меня тоже интересный человек, она тоже преподаватель, педагог точнее, она, ну, не основатель, наверное, но последователь линии Монте-Сори, это педагогика, которая сейчас достаточно популярна во всем мире, и в принципе все, что связано с Монте-Сорией в России, начато с моей бабушки. Насколько она сама говорит, я думаю, я более-менее могу верить ее словам. В этом плане, я верю, что много, что она организовала, это вот, вот то, что сейчас там есть. Мы все про твой личный рыбин. Давай теперь немножечко, чуть-чуть проговорим на более серьезную тему, не очень много времени осталось. Как ты понимаешь нашу школу и может как школу? Когда я в нее пришла, для меня это было каким-то отголоском свободы, каким-то отголоском того, что у меня было в Финляндии. Это того, что я имею право быть другим, я имею право быть таким, каким я хочу, я имею право заниматься тем, чем я хочу. То есть, мне не нужно учить математику, если я не хочу, и я могу учить ее столько, сколько хочу. Но это было таким что-то для меня, потому что в остальных школах, конечно, требуется успеваемость по всем предметам. А в Финляндии, например, у нас нестебальная система и у нас десятки, очень мало кто получает. И десятка означает то, что ты как-то углубленно увлечен этим предметом. То есть, девятка – это уже отлично. То есть, если ты получил что-то большее, то ты реально сделал что-то большее, поэтому у нас нет отличников. Это не про Финскую школу. Ну, я про то, что… Так это и было. Вот это было то, что для меня было в Солнце. То есть, мне давали возможность как бы заниматься тем, чем я хочу. Так как я тогда жила на перегонке, то, конечно, я пыталась учиться хорошо по всем предметам. И Солнце тогда для меня было какой-то такой таким маленьким домом, где было там сто человек, и мы все друг друга знали, все между собой общались, в принципе, примерно понимали, что у каждого происходит в жизни, на переменах бесились и бегали, вот, обсуждали всех учителей, чего мы там только не делали. сравни Солнце со 122-й. 122-й – это одна из лучших указаний. Ну, 122-й требовалось по всем предметам, опять же. 122-й требовалось форма, там больше смотрели на то, как ты сидишь за партой, неже, и как ты запишешь ответы, неже на то, какие ответы ты записал. То есть тебе нужно было там красиво писать, там все правильно по правилам делать. И, конечно, считалось, считалось это все важным. В Солнце этого не было, в Солнце мне дали возможность заниматься тем, чем я хочу. Мне тогда нравилось заниматься математикой, я занималась по многому-много часов, там было очень сложно. Типа в районке, на самом деле, даже если это хорошая районка, типа 122-й, то тебе не нужно на самом-то деле тратить прям сильно много времени, если это не какие-то очень дурацкие задания. Вот. В 122-й не было какой-то такой сплоченности, то есть там это была обычная районка, там были обычные дворечники, в том числе обычные отличники. А здесь мы примерно все на одном уровне были, потому что не было представления о том, что там кто-то лучше, кто-то хуже, потому что занимаются теми или иными предметами. Во всем, во всех были свои особенные стороны. У нас были совсем другие учителя, учителя, которые... Кого ты помнишь из учителей? Солнце, кто был для тебя очень сильно значим? Гудзар Шамильевна научила меня русскому языку, правда, научила, я все еще достаточно серьезно убеждена в том, что я говорю и пишу лучше, чем многие взрослые в России, многие образованные взрослые в России, то есть у меня... Хотя поступала я туда с очень В этом году будет цементный праздник, не стабальник. Первый стабальник будет. ЕГЭ это отдельная тема. Все еще против ЕГЭ, такой системы, в принципе. Почему? Она несправедливая, это нарешивание тестов. То есть скажем, человек, который хуже меня знает русский язык, получит лучше балл. То есть у нас здесь совершенно другая система и даже она не идеальна. Какая система в Финляндии экзаменационная? Ну, если брать самый банальный предмет, скажем, какой-нибудь естественно научный, скажем, биологию, например, то, ну, во-первых, ты как бы не должен писать все предметы, у тебя единственный обязательный предмет это родной язык, а дальше тебе нужно набрать еще три предмета из категории разных предметов. Ты шесть часов сидишь за ноутбуком, мы пишем на ноутбуков уже четыре года, как? и... Не в тетрадях? Нет, на ноутбуках. В тетрадях у вас нет? Нет. Ну, можно использовать листочки, которые есть. С какого возраста вы пишете целиком на ноутбуках? Ну, я всю гимназию работала только на ноутбуке, у меня уже не было тетрадей. А другие? Ну, ребят, ну, в принципе, мы были, по-моему, первыми теми, кто полностью начинал всю учебу на ноутбуках. Вам это рекомендовалось? Или... Ну, например, математику это, конечно, рекомендовалось, потому что те, кто... Мы были вторым потоком, кто писали математику на ноутбуках. То есть, вам была такая рекомендация, что вам следует так делать? потому что там, ну, все интегралы и эти знаки, нужно было знать, как писать на ноутбуке, иначе ты потом не разберешься на экзамен. У тебя просто времени не хватит. Я с математики вышла через 5 часов 56 минут. У меня было 6 часов. То есть, как бы, и мой друг не успел решать последнюю задачу. То есть, там, на самом-то деле, не прям сильно много времени на все. Вот. Но у нас система такая, то что ты, если задачи, которые тебе выдаются, ты не должен решать все. То есть, скажем, грубо говоря, у тебя там 12 задач, и ты из них должен решить только 9. Если ты решишь 10, то самую лучшую у тебя уберут. То есть, не надо тут выпендриваться слишком много. Сиди, решайся. Самую лучшую уберут? Да, самую лучшую уберут. Потому что ты дополнительную работу создал для проверяющих. Не о чем выпендриваться. То есть, как бы, каждый год происходит такой случай, что кто-то случайно написал личный, и у него потом лучше убрали. То есть, это как бы нормально. Апелляция у нас тоже есть, на апелляцию никто обычно не ходит, если там нет, очевидно, каких-то этих, я тоже не ходила, для меня это не имело значения, и у нас, у нас нет такого понятия, как стабальник. Типа, у нас, чтобы получить высшую оценку, нужно, ну оценка, во-первых, типа ритуальная, то есть, 5% лучших получат высший балл, 5% худших получат неудовлетворительный. И дальше у нас там 7 баллов разных, есть один неудовлетворительный, 7, 7 отлично. Вот, и как бы, чтобы получить вот эту вот семерку, тебе зачастую нужно написать, например, на 100-110 баллов. Из скольких? Из 120. То есть, как бы, тебе не нужно 120. Вообще не зачем. Вот. И как бы, поэтому, и это, в принципе, гораздо справедливее просто, потому что ты можешь потерять 1 балл, и в России это будет иметь значение, вот этот вот один какой-то маленький балл, который ты не дописал, потому что букву не ту поставил, или еще что-нибудь. Вот. И твои все оценки, что мне кажется достаточно справедливо, они будут зависеть от того, какие оценки получат другие ребята. то есть, все ребята в Финляндии 5% только получают высший балл. То есть, грубо говоря, потом при поступлении у тебя будет вполне справедливый конкурс. То есть, тебе, чтобы попасть, там, скажем, на медика, тебе реально нужно быть вот в этих 5%. Получается, все равно есть школы более сильные, более слабые, естественно, порядка. И в 5% более слабые школы попасть легче. Но есть Ресу. В плане университет? Да. Есть Ресу, есть особенность из школы. Ну тогда, ну так а зачем? Там же вопрос не в том, ну у нас слабость университетов почему определяется по городу, как в принципе в России тоже. То есть, понятное дело, что в Москве будут самые сильные, хотя у нас все хельсинки не самый сильный университет, считается. Нет, я говорю о том, чтобы попасть в университет, нужно иметь высокие баллы. Ну не на все специальности. Типа тебе зачастую не... У нас две специальности самые сложные. Это психология и медицина. После них идут ветеринары и после них идут кто-то тоже из таких, кто много потом зарабатывает. Ну то есть, если ты хочешь попасть на медицину и психологию, тебе лучше в слабой школе упасть 5%, так? Нет. Этот рейтинг общий для всей страны. В 5% ты как входишь? 5% в своей школе? Нет. Во всей стране. Во всей стране. Все, кто пишут в этот экзамен сейчас, ты должен попасть... Вот у меня Эль по математике высший балл. То есть я знаю, что я вхожу вот в эти 5%, ну я не помню, 5, там 6, там очень маленький процент. И вот ты должен получить этот балл. Вот у меня подружка на работе, она поступала сейчас в медицинский, она к нему, слава богу, вступила. Она несколько раз пересдавала все свои экзамены, ей что-то поступить в медицинский. Экзамен можно пересдавать? Можно пересдавать, да. Как сейчас-то? Ой, вам сколько просто, годный раз на самом деле можно. Просто тебе нужно уже выпуститься из гимназии и уже отдельно пересдавать. То есть ты будешь в отдельном конкурсе немного. Чуть-чуть там другая система будет, но в принципе да. И, например, если вот я сейчас после гимназии сразу в первый год попадаю в университет, то я там чуть-чуть в приоритете выше, чем те, кто уже пересдали все. То есть в принципе, конечно. Но она пересдавала и у нее опять L. Да. То есть это для меня это какой-то совершенно странный результат, потому что вот у меня одна, у меня две L на самом деле одна по-русскому, другая по-математике. И для меня это уже вот прям вот я молодец. Расскажи о своих друзьях. О казанских и афинских, но я начинал с казанских. Назови имена. Передай им привет. Ну, в теме я это еще скину, скорее всего. Она посмеется. Кого ты еще помнишь, с кем ты иногда общаешься? Кому ты благодарна за что-нибудь? Семен Коньков, Саша Калинина. Это ребята с 131, мы с ними подружились в Кванте. Андрей Семенов. Редко общаемся, но все еще отлично дружеские отношения и каждый раз с казани мы видимся. Вот. В принципе, я душевно люблю Тимура Ибрагимова, с которым мы никогда не переписываемся, но всегда видимся. Примерно такие у нас отношения. У меня есть друг Савелий, чуть более долгая история, но это скорее друг Андрея, но и мой тоже. Кто, с кем я еще в России-то много общаюсь? Ну, Каринта с Дином, с которым тоже достаточно редко общаемся. Ну, как-то не договорили, кто из учителей Школы Солнца оказал на тебя сильное влияние? А, ну, З. Шемельна, как я сказала. Ты принес кала еще? Все или еще? Ну, Юрий Николаевич, конечно, 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 несмотря на многие, многие вещи, он мне показал математику красивой. Вот. Благодаря его стилю преподавания в седьмом классе, я увидела, что математика это больше, чем цифры, это целый язык, который может освоить любой, но кому-то легче, кому-то сложнее. Ты выделила, что имя в седьмом. Почему? Ты учился у меня в восьмом и девятом. Ну, потом он решил, что он немного иначе будет преподавать. Вот. Но в седьмом он просто, он правда преподавал. В восьмом и девятом он был скорее таким, как профессор у него в университете, который читал лекции, уходил. Или там отвечал на вопросы и уходил. А в седьмом он, ну, как мне тогда казалось, может быть, у меня просто такие воспоминания, он прям мне показывал этот красивый мир математики. Он прям даже иногда похвалил чуть-чуть. Так этот. Вот. Я помню, что я у него там была единственная девочка, кто занимался математикой до тот момент. Ну, в принципе, вот, ну, как бы это для меня такие главные учителя. Ну, товарищ географ, конечно. Я до сих пор не знаю его имени. Он ему не рассказывал. Но он просто, он у меня очень в приятных воспоминаниях. Саша Джамиляна Илма, которая мне, ну, помогала с английским. Я не думаю, что я благодаря ней стала лучше говорить. Вот он уже очень хочется выяснить, почему Финляндия так хорошо знает иностранные языки. Ну, потому что у нас нет другого выбора. Ну, вообще, кстати, по статистике можно посмотреть то, что шведы, например, гораздо лучше знают английский, чем финны. Финские шведы, которые здесь живут. То есть, то, что ты попал в шведскую школу, тебе помогло? Да, а у тебя нет другого выбора. В России все переводят на русский язык. У нас ничего не переводят. Хочешь что-то знать, хочешь книжки читать, хочешь фильмы смотреть, учи язык. То есть, типа, у тебя других вариантов нет. И, в принципе, здесь он как-то автоматически появляется. Ты когда просмотришь, скажем, типа, 200 фильмов, ты уже как бы говоришь на нем. Вот. И у нас достаточно часто бывали события, когда нужно было там общаться с иностранцами или еще что-то, или еще что-то. И мои ребята... Все школьники смотрят много фильмов, да? Конечно, все школьники смотрят много фильмов. В другой стране они смотрят. Просто в России они смотрят в озвучке, а здесь у нас не озвучивают. У нас нет таких бюджетов. Поэтому... Точно, во всяком случае, надо что-то тратить на фильмы. Поэтому, да, мы читаем книжки на английском. У меня, в принципе, английская полка гораздо шире, чем финская или шведская. Просто, потому что они ничего не переводят. Вот. На сколько языках ты свободно разговариваешь? Четырех. Какие? Ну, если в порядке того, как хорошо разговариваю, то русский, шведский, английский, финский. Финский слабее? Ну, он у меня отличный, но он, я думаю, сейчас самый слабый из всех моих языков. Мои ребята на работе, конечно, с этим смеются и говорят, как же так, но в моем... А почему ты английский знаешь лучше, чем фильм? Почему шведский как-то понятно? А почему английский? Я на нем много читаю, я на нем много смотрю фильмов, я на нем много общаюсь. То есть просто, ну, так получилось. На финском я считаю слабым просто потому, что у меня очень маленький словарный запас от всех, и мне очень тяжело читать. То есть это, как высказывает влияние. Это есть мечта? У меня, у меня нет меч, у меня есть цели. Меч нет? Да, в последнее время как-то не особо, я считаю, что моя жизнь прекрасна, какая она есть. Ну, да и далекие цели, лет через 10-20. Да, я очень хочу детей, я хочу собаку, желательно много собак. Я хочу ёжка. Но это очень тяжело, и, к сожалению, я не уверена, что у меня когда-либо в жизни будет ёжка. И мне нужно, чтобы днем было тихо. Я не очень представляю, как это устроить с моей жизнью. Какие изменения в твоей жизни ближайшие будут? Что изменится в твоей жизни через год, два, три? Понимаешь? Вот сейчас ты живешь в отдельной квартире. Ты недавно живешь в отдельной квартире. Да. Какой следующий шаг или этап в твоей жизни? Ну, я думаю, в моих планах было бы заняться тем, чтобы купить квартиру или дом в какой-нибудь другой стране. Не в Финляндии? Не в Финляндии, нет. Но это будет не через год. Через пять, это реально. Думаю, в ближайшую перспективу десяти лет у меня уже будут дети. Это будут сильные изменения, я думаю. Что, я думаю, я захочу направить как-то больше энергии в то, чтобы путешествовать и в перспективе теоретически возможно попробовать пожить в другой стране. Но это пока не уверено, я в Финляндию очень люблю. Но Финляндия, как шутят и не только шутят, на самом-то деле на полном серьезе, говорят многие люди. Финляндия отличная страна для пенсии, но в Финляндии настолько все спокойно, что здесь даже скучно. Лето в Финляндии короткое, малоснежное. Нет, лето у нас, кстати, отлично. С белой ночи можно гулять всю ночь, до сих пор светло. Мы уже давно разговариваем, давай ты ответишь на какой-нибудь вопрос, который я не задал, а надо было бы ее задать. На этом мы закончим передачу через несколько минут. Что еще важное в тебе, в твоей жизни, в вашей жизни с Андреем, в Финляндии, еще где-то? Что еще есть важное, что мы почему-то не поговорили? Ну, то, что вот ты меня спросил о планах, я как-то в этот момент задумалась о том, что, наверное, важно было бы сказать, что для меня, наверное, самым большим шагом взросления было осознать то, что моя жизнь, она, ну, как бы зависит только от меня и то, насколько я являюсь счастливой и какие цели и достижения в у меня происходят, это зависит от того, чего я хочу, чего я делаю. И это вот было, наверное, поэтому я переехала тогда в Финляндию, хотя я этого не осознавала, потому что я выбрала, выбрала какие-то такие свои, свои желания, свои мечты, и мне хотелось бы, чтобы люди почаще это делали. То, что просто, типа, понять-то, чего ты хочешь считать от жизни. Зачем живешь? Так, ну, и совсем последний вопрос, о котором мы уже точно закончили, я тебе это обещаю. Скажи, пожалуйста, что плохо в Школе Солнца? Ну, для меня, как человек, который там учился, когда она была маленькая, это то, что она увеличилась. Ну, это не концептуально плохо, а по-настоящему плохо, подумай. Наверное, есть что-то. Запрет на кофе? Такого жесткого запрета. Для меня это было самой серьезной новостью, между прочим. Да, ну, если вот это ты называешь самым плохим Школой Фолосом? нет, ну, в плане, сама идея запрета, то есть, то, что она появилась изначально. Ну, как, ну, ты же знаешь, что запретить, значит, ничего не изменить. Разве не надо запрещать наркотики? Нет, нет. Ты не спасешь этим никого. Вот ты, вот смотри, вот у тебя в школе запрещено пить. Ты знаешь, что большинство твоих одиннадцатиклассников в школе внутри пьют? Нет, не знаю. И что, и чем ты помог? Не верю в это. Чем ты помог тем, что ты это запретил? Тем, что они будут это хорошо скрывать. Дети, ты мне ничего не запрещал. Никогда. Ты мне ничего не запрещал. Ты мне один раз запретил. Первый запрет, это значит, что вы отношения полетели в тартарон. Вот я про это и говорю. И это вот, я помню, что солнце было том, где все разрешено. То есть, типа, ты сам должен как бы прийти к этому. Но понятное дело, сейчас у тебя маленькие дети, и маленьким детям, я конечно считаю, что их немножечко это нужно ограничивать. Но запреты, они редко к чему-то плохому, к чему-то хорошему приводят. То есть, конкретный запрет это сказать, вот тебе нельзя, вот ты скажи 14-летнему подростку, тебе нельзя. Вот ты мне сказал? Как думаешь, ну, как бы вот все мои одноклассники точно так же себя повели. То есть, типа, ну, это так. Вот. Ну, вообще, в школе солнца, не знаю, на самом деле. Я как-то так душевно люблю это место, что я не фокусируюсь на том, что плохо. Но вот для меня, конечно, запрет, это было что-то, что вот мне прям попрек в горло встал, я не поняла. Мне прям вот, вот ты, наверное, помнишь, я приехала туда в Казань, по-моему, это был еще тогда 10-й класс, у тебя тогда был день, когда, типа, линейка, и поэтому все должны были прийти к тебе со светлым верхом и с темным низом. И ты меня помнишь, за что ты мне выгонила из школы? Не помнишь? На то, что ты пришла. Я пришла в белых штанах и в черной рубашке. Ты меня, я очень расстроилась, что ты меня выгнала, я вообще не поняла, как ты мог. Я туда просто пришла пообщаться с друзьями, но, конечно, я пошла поперек запрета. Вот. Ну, просто я, потому что, когда ты работаешь с детьми, ладно, еще можно понять, но когда ты работаешь с подростками, запретить им что-то, это просто, это вот, это новое поле для игры открыть. Это как войти красиво. А ты не понимаешь, что я это делаю осознанно? Что это игры? Игры на тему кофе? Которые мне нужны. Ну, ну, смотря, какое наказание потом получают дети за то, что пьют кофе или за то, что приходят в белых штанах и в черной рубашке. Что, кого-то наказывали? Ну, нет, я не знаю об этом, это уже дальше не знаю. Не, на самом деле, я считаю, что главные вещи, которые могут быть заложены в школе, в принципе, в тех реалиях, которые есть в России, есть в Казани конкретно. Думаю, ты, в принципе, неплохо справляешься. Я думаю, хотя нет, вот я знаю еще одну вещь. Солнце не живет без тебя. Никак. То есть, вот, вот как бы ты не можешь уехать больше, чем на неделю. Вот это, наверное, такой большой минус, потому что не очень понятно, как бы, что с этим делать. То есть, как это вот, я помню, там, ты лежал в больнице, например, и уже было непонятно, мне вот страшно было в школу. Здесь это такое, это на самом деле минус, непонятно, как его исправлять, и он как бы влияет в основном на твою свободу, на то, как ты себя можешь вести при таких условиях. Но солнце очень тяжело, живет без тебя. Ну вот. Заканчивается наше первое интервью с моей любимой дочкой. Сегодня все разговаривали. Павел Шмаков, директор школы Солнца, приехавший в гости в Финляндию к своим Сашеньке, Машеньке, Настеньке. Настя рассказала много, что интересного. На этом мы заканчиваем передачу. Хочешь кому-нибудь привет передать? Ну, я думаю, я ребятам сама скину. Ладно. Всем привет. На этом наша передача заканчивается. Это наш стрим, сделанный не по правилам стрима, поскольку мы находимся в Финляндии. Но это будет выложено на нашем YouTube-канале, будет выложено в ВКонтакте. Всего доброго. На этом мы заканчиваем нашу передачу. Субтитры создавал DimaTorzok